Добрый день дорогие друзья, с вами Городовый Данил, рад вас приветствовать на канале Золотой Стандарт Экономики Инвестиций Золота. За последний год на драгметаллах заработал 48%. Сегодня мы с вами в этом видео разберем, почему рост золота ускорится как в 70-х годах, когда цена выросла на 2400%. Это видео является смысловым продолжением предыдущего, почему к осени начнется гиперинфляция. Если вы не видели, обязательно посмотрите, ссылку для вас я оставил внизу в описании. Итак, начнем. На графике вы видите, что цена с 1999 года по 2017 год обогнала индекс S&P 500 на 200%. Этот индекс 500 самых сильных компаний США за последние 20 лет обогнала на 300%. Даже не рубль, не доллар, а индекс S&P 500. Его на протяжении 20 лет не мог обойти хедж-фонд и управляющие компании. Если берем за последние 10 лет, наоборот, S&P 500 обгоняет золото. Обычно обычай рынок золота длится 11 лет. Вдумайтесь только в цифру. С 1971 года по 1981 года золото выросло на 2400% в долларах, с 35 долларов до 850 за унцию. С 2000 года по 2011, немного скромнее, цена золота выросла с 256 долларов до 1900, то есть в 6 раз. Многие эксперты драгметаллов считают, что новый бычий рынок начался в 2017 году. Цена поднялась пока с 1000 до 1800 долларов за унцию. Сейчас ситуация похожа на 1979 год, когда цена резко выросла. Акции и индекс S&P 500 часто приводят, как пример лучших активов, особенно когда мы можем видеть колоссальный рост после коррекции марта 2020 года. А теперь посмотрим исторические данные. Если бы вы купили акции США в 1906 году и продали бы их в 1981 году, то заработали бы за 75 лет с учетом инфляции всего лишь 1%. А так стоит ли сейчас покупать золото? Чтобы узнать нужное время, надо понимать макроэкономический показатель. Судя по фундаментальному и техническому анализу, это время пришло. И вот почему. Дело в том, что цена золота сильно зависит от облигаций США, а они уже сейчас не сильно выгодны профессиональным инвесторам. Они теряют каждый год на них около 4%, но продолжают держать их из-за надежности. Ну, посчитайте сами. 5,4% официальной потребительской инфляции США, доходность 10-летних облигаций около 1,3%. Получается 5,4% минус 1,3% равняется 4,1%. Инвестор теряет в год. А здесь вы видите график цены золота относительно S&P 500. Сейчас золото очень выгодно смотрится. Почему скоро будет сильный рост? Ведь в последний год многие активы выросли существенно, а золота нет. Во-первых, если не было роста долгое время, это хорошо. Цена консолидировалась. Профессиональные инвестора и трейдеры любят покупать актив в это время. Так как дальше будет активное движение цены. Во-вторых, сейчас ситуация похожа на начало 70-х годов. Тогда отвязали доллар от золота. И смогли печатать в разы больше денег. И сейчас уже ЦБ Японии, США, Европы напечатали с 2020 года 11 триллионов долларов. А нужно продолжить печатать намного больше денег. Так как ключевая ставка США находится почти на нуле. И уже нельзя стимулировать экономику с помощью ее понижения. Остается только печать. Хотя и это уже не сильно помогает. Подробнее в предыдущем видео. Также центральные банки наращивают свои запасы золота. Можете видеть на графике. А теперь небольшой экономический лайфхак. Слушайте внимательно. Мы можем заглянуть на вероятное будущее на 3-6 месяцев вперед. Посмотрев промышленную инфляцию. Так как она через время, пройдя по всем производственным цепочкам, отражается на обычной потребительской инфляции. Так вот, промышленная инфляция в США сейчас составляет более 20%. Отсюда экономист Михаил Хазин делает выводы, что к концу осени обычная потребительская инфляция в США будет от 10%. Дальше давайте сами посчитаем. 10 минус 1,3. Получается 87% будут ежегодно терять инвестора в облигациях США. А это уже очень много. И здесь они будут искать защитные инструменты. А золото является идеальным инструментом. Следовательно, деньги начнут перетекать в золото и реальные активы. Что уже и происходит. Посмотрите на рынок сырьевых ресурсов. Стройматериалов, продуктов питания. А рынок облигаций 500 раз больше рынка акций. Какова вероятность роста золота, исходя из истории? На картинке слева вы видите стоимость одной золотой монеты унцовой в 2020 году. А справа в 1933 году. В 9 из 10 случаев кризиса в истории золото не падало вместе со всем рынком. А даже немного, а затем и стремительно росло. Не важно, это была инфляция, дефляция или стакфляция. Не говоря уже, что мы находимся на пике не краткосрочного, а долгосрочного кредитного цикла. И на этот раз глобальной экономики. То есть падение уровня жизни в мире будет не как во время Великой Депрессии, а более существенным. Давайте посмотрим, что же говорят эксперты. Сейчас за рост золота выступают такие авторитетные управляющие институционными фондами, как Рей Даля, Джим Роджерс, Эгган Фонн, Грейерц, Джон Полсон и так далее. Джон Полсон прогнозирует рост золота в 25-50 раз. Их мнения разделяют эксперты драгметаллов, прогнозы которых не раз сбывались. В пользу роста золота косвенно выступают те, кто прогнозирует высокую или гиперинфляцию. Майкл Бьюри, прототип героя фильма «Игра на понижение», Ларри Финк, управляющий BlackRock, самого крупного фонда в 9 трлн долларов. И даже уже официальные власти говорят об инфляции. Председатель ФРС Джером Паул говорит, что инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидаем. Через три дня то же самое заявила Набиулина. Позже на встрече со студентами Паул намекнул, чтобы они готовились к понижению уровня жизни. Если мы возьмем технический анализ, то на основе паттерна, который мы видим на графике, чашка с ручкой, экономисты прогнозируют рост золота на 70-120% за год. Также я несколько лет занимаюсь трейдингом и использую волновой анализ Ральфа Нельсона Эллиота. На основе этого анализа можно сказать, что начался долгосрочный бычий цикл золота в 5-7 лет. Среднесрочный прогноз я даю в моем телеграм-канале. Также там есть новости, аналитика и анонсы вебинаров и семинаров. Ссылка внизу в описании, подписывайтесь. Вывод. Мы видим великолепную макроэкономическую ситуацию для золота, что подтверждает фундаментальный технический анализ. И прогноз, что золото вырастет за год на 100%, выглядит очень даже консервативно. Так что, если вы обычный человек и у вас немного свободных денег, самое простое, что можете сделать, это пойти в банк и купить золотую инвестиционную монету Георгии Победоносицы. Опять же, не является инвестиционной рекомендацией индивидуальной. Надеюсь, что видео было для вас полезным, вы узнали что-то новое для себя и видите привлекательность данного актива. Также я рекомендую посмотреть новое видео. Недвижимость перегрета, что дальше, крах или новый взлет? Подписывайтесь на телеграм и ютуб канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и отправляйте это видео тем, кому оно может быть полезно. Делитесь своим мнением в комментариях. Как вы считаете, насколько вырастет золото в ближайшие 1-3 года и почему? Также обращайтесь за курсом и консультациям. Поделюсь своей аналитикой, материалами, опытом, ошибками и важными тонкостями. Разберем, как можно еще в несколько раз больше заработать на золоте в ближайшие годы. Вы увидите реальную возможность и все это на основе многих конкретных фактов и исторических графиков. Разбор основных важных юридических вопросов, правильного приобретения и хранения. Плюс добавление в экосистему, закрытый телеграм-канал и возможность вступить в клуб. Можно провести индивидуальный консалтинг, разобрать вашу ситуацию, провести ребалансировку в ваших активах, исходя из макроэкономической и социально-политической обстановки. Возможен отказ от консультации и вступления в клуб без зависения причин. Спасибо за внимание. Берегите себя и близких. Готовьте свое светлое будущее уже сейчас. И помните, образование и золото лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5000 лет.